ПЕСНЯ 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 В этом отрывке завершается история встречи Иосифа с братьями, он открывается им. Дальше в следующей главе «Я ко всему и переезжает в Египет, Иосиф представляет его фараону». Египтяне продают Иосифу свой скот, землю и себя в рабство. И я хочу начать этот отрывок с некоторых библейских цифр. Ну, не для того, прошу меня понять, не для того, чтобы показать, как я глубоко знаю, просто один из благословенных братьев, Дмитрий Юткевич, наш мессианский учитель, он сейчас в Израиле, и да благословит там его Господь, особенно, что он слышит нас, мы его очень любим, очень ценим его труд в мессианском движении. Он вложил в нас любовь к библейским цифрам, потому что они помогают нам понять глубоко те вещи, которые, знаете, они там немножко глубже, и понимая их, ты начинаешь понимать те вещи, которые ранее были вскрыты. Итак, тем, кто похож на верийских и благомыслен в изучении Торы, я предлагаю записать. У этих людей, как правило, есть куда записать, у них есть, как минимум, у них есть Библия, и у них есть ручка. Записать несколько стихов. Это Бытие 45-6, это из нынешнего отрывка. Второй, Бытие 49-7, тоже из нынешнего отрывка. И чуть раньше, Бытие 30-25-29 и 31-41. Итак, 45-6, 47-9, 30-25-29 и 31-41. Для чего я даю вам это записывать? Чтобы вы потом сами посмотрели, понимаете, и чтобы вы поняли, что вы тоже можете сделать то, что делаю я и то, что делают другие комментаторы Торы. Что это не трудно, на самом деле, сопоставить цифры и сделать для себя определенные выводы. Итак, Бытие 45-6 в нынешнем отрывке. Говорится о том, что встреча с братьями и переезд Иакова в Египет произошла на второй год неурожая. То есть на второй год неурожайных лет. А мы знаем, что Иосиф пристал перед фараоном в 30 лет, сказал, что будет 7 лет урожайных и 7 лет неурожайных. Итак, что мы можем отсюда вынести? О том, что ему в этот момент было 30 плюс 7 плюс 2, 39 лет. Чуть ниже, Бытие 47-9, во время беседы с фараонов Иаков сказал, что ему 130 лет. Просто запомним эту цифру. 39 и 130 лет. А в Бытие чуть ранее, в 30 главе 25-29, описывается разговор Иакова в год рождения Иосифа. Там так и написано. После того, как Рахиль родила Иосифа, Иаков сказал Лавану, отпусти меня. То есть у него состоялся разговор. И Лаванов говорит, ну ты благословение для меня, поработай еще за скот, и все будет нормально. И вот в четвертом отрывке, там показано, что оказывается, что Иаков, разговаривая слова, нам говорит, я 20 лет на тебя работал, из них 14 за жен и 6 за скот. То есть мы видим, что вот этот разговор, отпусти меня, в год рождения Вениамина, он произошел, когда, то есть за 6 лет до выхода или через 14 лет, после того, как Иаков пришел к Лавану. Понимаете? И все складывается, все очень красиво, все складывается. Ну и теперь что мы делаем? Во-первых, мы определяем, сколько лет было Иакову, когда родился Иосиф. 130, принимаем 39. 91 год. За 14 лет до прихода Иакова к Лавану. Отнимаем 91, отнимаем 14. Сколько? 77. И поэтому мы видим, что на самом деле к Лавану убежал не мальчик 17-летний, а такой уже достаточно взрослый, такой вот крепкий духовно человек. И в дальнейшем мы тоже будем использовать эти цифры для того, чтобы мне что-то легло на сердце и что-то я буду говорить. Итак, выстраивается цепочка. В 70 лет Иаков убегает к Лавану, в 84 женится на Лии и Рахееве, в 91 рождается сын Иосиф. В 108, Иосиф, когда Иаков в 108 продует рабство, через 22 года Иаков встречается с Иосифом в Египте, ему 130 лет, и он говорит фараону. Дни и странствования моего 130 лет, малые и несчастные дни жизни моей, и не достигли до лет жизни отцов моих во днях странствования их. Немного ранее его сын встретился со своими братьями, открылся им и громко зарыдал. Вот это тоже в сегодняшнем отрывке написано. И громко зарыдал он, и сказал Иосиф братьям своим, я Иосиф, жив ли мой отец еще? Но братья его не могли отвечать ему, потому что они смутились перед ним. И сказал Иосиф братьям своим, подойдите ко мне, они подошли. Он сказал, я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет, но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Вы знаете, как-то, я давно как-то вот, ну, видел вот эти вот стихи, и мне хотелось поразмышлять над ними, ну, постоянно я проходил. Ну, что я видел? Я видел то, что как-то, ну, не очень, знаете, так как-то весело, бодренько они звучат. Это жизнь праведников, да, они прошли много лет, одному 130, другому 39, да, много-много через многие вещи они прошли. Иаков после того, как он убежал из дома, значит, 20 лет трудился, ну, 20 лет трудился на Лавана, как мы говорим, да, этим все сказано. Значит, после этого у него была встреча с его братом, где он там много переживал, после этого, значит, ситуация, когда два его сына там вырезали город, это ситуация с Диной, после этого погибла, умерла его жена, и вот, наконец, у него, значит, вырос его сын, его наследники, он понимал, что он передаст ему свое наследие духовное, да, и он исчезает, он погибает, и 22 года он просто находился в таком очень тяжелом, написано, что его дух, он был такой, ну, умерший дух, он, потому что в этой главе написано, что дух его, ну, предыдущий, вернее, что он ожил, даже в этой главе, да, написано, он ожил духом, да, вот, то есть, и у Иосифа 17-летний парень, такой восхищенный, такой, ну, весь такой, знаете, легкий, классный, вот, и он был предан своими самыми близкими братьями, продан, и несправедливо, как бы, осужден в доме Патифара, и многие годы в тюрьме, вот, то есть, ну, очень, как бы, длительный этот период, и, как бы, вот, мы видим, что вот этот миг прошел, да, и здесь, ну, мы не видим, конечно, знаете, такой, вот, такой трагедии, там, такой вот, что-то там трагическое, но мы видим такую, знаете, такую вот умудренность определенную, да, такую полноту какую-то, вот, такую вот основательность, вот, когда люди начинают понимать, зачем они пришли в этот мир, что Бог хотел сказать через их жизни, что вот, наконец, оно, то, о чем говорил Бог, оно происходит. Я стал размышлять о пути праведника, понимаете, о том, ну, почему вот так вот, не быстро оно все происходит, почему так оно, иногда нам кажется, настолько длинно оно все происходит, и неужели путь праведника к своему призванию, ну, а мы размышляем, вообще-то, о призвании, или я не прав? Вот кто-то размышляет о своем призвании в Боге? Ну, поддержите меня, поднимите руки. Хорошо, много, а кто-то не размышляет? Ну, никто, нет таких. Значит, размышляет, большинство размышляет, понимаете? И вот я тоже стал смотреть, именно этот отрывок, он подтолкнул меня к пониманию, что, ну, путь вот к своему призванию в его полноте, когда мы вот начинаем уже видеть плоды какие-то, когда мы начинаем поймать, да, вот то, о чем Бог говорил в нашей жизни, оно начало происходить, вот оно уже пришло, он все-таки немножко длительный. Вот, но об этом говорит Библия. Например, Авраам начал свой путь в 75 лет, ну, все об этом знают, да, вот, путь к призванию. И только где-то в 25 лет родил, ну, чудесным образом у него родился сын, и он мог сказать, да, наконец-то, оно началось. Но еще прошло достаточно много лет, когда он мог сказать, ну, когда он уже смотрел на жизнь Исаака, понимал, что это действительно его наследник, да, что действительно он понесет вот этот вот дух, этот огонь, любви к Богу, и Божья праведность он понесет дальше. Это уже произошло через десятилетия после того, как вот Исаак без ропота и сомнений лег на жертвенник и так далее, понимаете. Тот же самый Исаак в 40 лет, например, он женился, да, ну, и он знал, что от него должен произойти народ, но 20 лет у него не было детей, вот, и он ожидал и думал, ну, вот, наконец оно произойдет, ну, 20 лет, по крайней мере, он ожидал еще, и он не знал еще, что получится из этих детей, то есть будет ли там тот человек, который сможет вот то, что Бог сказал в семью, в жизнь Авраама, в жизнь Исаака, что оно произойдет. То же самое у Иакова мы видим, да, значит, где-то только к 108 годам, в 77 лет он начал путь, только к 108 годам, то есть к 17-летнюю Иосифа он понял, вот он, почему он так его любил, он понял, что, ну, это моя интерпретация, в том числе, потому что он понимал, что это его духовное наследие, это тот, кто понесет этот Божий огонь дальше, вот он, наконец-то, вдруг он исчезает, и только через 53 года, вот он говорит, вот, да, эти тяжелые были мои годы, но здесь уже есть полнота, он понял, все, вот я через 53 года, но я нашел Божье призвание, я увидел, что оно осуществится, и оно осуществится прежде всего через Иосифа, который станет во главе моей семьи, это произойдет. Апостол Давид, прежде чем встать, еще Моисея можем вспомнить, да, 40 лет он был в пустыне, Давид, прежде чем встать царем, ну, по преданию, где-то порядка 13 лет он проходил свои царские университеты. Апостол Павел, будучи суперподготовленным в Торе, будучи очень ревностным по Богу после встречи с Ешо, значит, он около 14 лет тоже и пустыню проходил, и служение в общинах на таких не очень заметных местах, и только после, ну, где-то через 14 лет, порядка где-то в 44-45 лет он начал исполнять главное призвание своей жизни, это нести Евангелие язычникам. Вот, и в сегодняшнем комментарии я не говорю не о пути к призванию самому, потому что путь, о пути, это об этом все проповеди. Вот, например, только о пути к призванию к Иосифу, вы помните, пару лет назад Ребе проповедовал, только об одном Иосифе, порядка 10 проповедей, и там было о пути. Я сегодня хочу сказать о времени, о том, что есть время вхождения, и как бы это время, но оно не короткое. Друзья, я, может быть, кого-то огорчу, вот, может быть, кому-то это дело не очень понравится, но это время, я так понимаю, это кто-то, может быть, меня переубедит, но я вижу, по крайней мере, вот по слову, по Библии, я вижу, по Торе, я вижу, что это время не короткое. Сейчас другое время, сейчас время быстрых результатов. Нажал на кнопку, получил результат. Не надо долго учить, то есть не надо ходить в библиотеку, там, если получить какое-то знание, искать книги, потом читать эти книги, выискивать и так далее. Нажал, зашел в Google, набрал, нажал на кнопку и, пожалуйста, ты имеешь знание. И такое впечатление, что это знание. Хотя, на самом деле, мы понимаем, люди, читавшие книги, сотни, тысячи книг, мы понимаем, что это поверхностное знание, понимаете, но тем не менее, это время такое. И, вы знаете, и в это время, оно немножечко приходит также и в христианскую среду. То есть люди приходят в общины, они слушают проповеди, потом заканчивают библейские школы, иногда даже институты. И потом некоторые, я не говорю, бывает и такое, что начинают ходить, пойду в ту общину или пойду на конференцию за помазанием. То есть помазание – это что-то такое, знаете, некая такая субстанция, которая как бы сходит через руки неких помазанников, понимаете, и чудесным образом награждает помазанного, ну, то есть вот награждает помазанного какими-то особыми духовными дарами, какими-то способностями особыми. И подразумевается после этого, что начинаются чудесные изменения в жизни. Ну, то есть ты приходишь, ну, наконец-то ты выходил этого помазанника, через него супер все льется, он в тебя, значит, положил руку на тебя, и помазание сошло, и ты вдруг просыпаешься на следующий день, и твой характер становится классным. Вчера ты завидовал, сегодня уже не завидуешь. Вчера, значит, ты там не любил работать, а сегодня ты готов работать и готов служить на самых маленьких должностях и так далее. Вот есть такое, но согласитесь, что я не обманываю, что такое есть оно в христианстве, понимаете? И вот то, что я увидел сегодня, понимаете, то, что учит сегодняшний отрывок, который, он говорит, друзья, есть путь, путь есть, понимаете, путь есть к призванию, и этот путь, друзья, мы знаем, кто есть наш путь. Аминь? Ешуа, потому что он есть путь, истина и жизнь. И только на этом пути мы можем нечто понять, мы можем нечто принять для себя в жизнь. Каким образом? И это можно сравнить через семью. Вот, например, Бог не зря вообще-то сравнивает свои отношения со своим народом, Он сравнивает с отношениями мужа и жены. Почему, кстати, Бог, Он не любит измен, и почему Он ненавидит разводы, понимаете? Потому что, ну, это, Он сравнивает, Он так установил, что это завет вообще-то, да? То есть это брачный завет, брачный союз. Вот, и Он сравнивает с семьей. Поэтому я на примере семьи. Вот как муж и жена, как они познают друг друга? Вот я, перед подготовкой вспомнил такой небольшой рассказ о Генри. По-моему, это рождественский рассказ о молодой семье, которые любили друг друга, они были очень красивые, они смотрели друг в другу глаза и говорили, я тебя люблю. И она говорила ему, я тебя люблю. И он говорил тебе, я тебя люблю. Вот, и они не знали, что друг другу сделать. Вот, ну, все равно это были слова. Вот, а они жили бедно, и у нее были прекрасные волосы. Это все, что у нее было. А у него были только золотые часы, больше у него ничего не было. И вот однажды, не встречается она, Рождество, и она продала свои волосы и приносит ему цепочку, он продал свои часы и приносит ей прекрасный набор гребней, значит, черепаховых, понимаете? Вот, и вы знаете, вот этот момент, это момент истины для этой семьи. То есть они реально увидели и познали, что они таки любят друг друга. Ну, я прав? Да? Вот, и вы знаете, и вот это, но это только начало. Им там по 20 лет, там, или там по 22 года, они только начинают. А впереди еще разные ситуации, рождение детей, и там надо доказать, я тебя люблю. И там, значит, много трудов, вот, и ситуация, кто-то заболел, там, кто-то куда-то уехал, кто-то ушел на войну, там, на 2-3 года, и надо дождаться, доказать, я тебя люблю, и так далее. И только пройдя определенный этот период, муж или жена, они могут сказать, да, это мой любимый человек, да, это надежно, да, вот. И как бы, ну вот где оно познается, да. И точно так же, если мы говорим о том, что Ишел Он личность, если мы говорим, что Бог – это личность, ну, как по-другому? Мы можем познать друг друга, не проходя с ним по пути. Ну, как можно по-другому узнать? Прочитав? Ну, да, можно прочитать. Вы помните, Иова, он в конце говорил, я слышал о тебе, ну, можно сказать, я читал о тебе, но, наконец-то, пройдя с тобой через определенные вещи, я познал, кто ты. Понимаете, вот точно так же в отношении с Господом есть определенный путь. Вообще-то, первые христиан, если, ну, вот, иудеев называли люди книги, то первые христиан их называли люди пути. Вот. То есть, проходя путь с нашим Господом в разные ситуации, когда ты, допустим, голодный и не знаешь, что тебе накормят, и Бог находит возможность тебя накормить. Когда ты весь в долгах, и ты не знаешь, там, тебя давят тысячи, десятки тысяч, и ты не знаешь, как это отдать, а Он находит возможность, как тебе помочь. Я видел людей, которые должны были миллион, и Бог находил им возможность помочь, и они расплачивались долгами. Я видел этих людей. Ну, конечно, надо знать законы Божьи, да, и понимать, как это все делается. С неба не падают деньги. Вот. Но это ободрение для тех, кто находится в долгах, особенно сейчас. У Бога есть возможность, действительно, но надо познать Его, надо на этом пути познавать Его сердце, познавать Его милость, познавать Его всемогущество, познавать Его величие, и познавать Его любовь к нам. И это все происходит на пути. И этот путь, как мы видим в жизни праведника, да, Иосифа, как мы видим в жизни праведника Иакова, этот путь нелегкий, и этот путь длительный. И вообще-то Бог нам не обещал, друзья. Бритха Даша, может быть, кто-то не знает, ну, там нету легких путей. Все знают об этом, да? Но там Бог обещал, что Он всегда во всех наших путях, в этом грешном мире, пораженном грехом, Он будет всегда, Он будет с нами. Он обещал это, когда посылал Авраама, Он говорит, я буду с тобой. Когда Он говорил с Иосифом, обновлял завет, Я говорит, на этом пути я буду с тобой. Значит, когда, вот это тоже в этой главе происходит, Иаков вопрошает Господа идти, Он говорит, иди, и я буду с тобой. Бог всегда обещает на этом пути, на пути нашего призвания, иногда таком нелегком и таком длительном, Он обещает всегда быть рядом с нами. Конечно же, если мы будем держаться за Него. И завершить я хочу тем, что Бог, друзья, Он же не изменяется. Аминь. И наш Ешо до сего дня обещает нам, и сей я с вами все дни, давайте вместе скажем, до скончания века. Аминь. Дима. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok